Игрушку, или талисман, или письмецо от папики или маменьки, но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу. Около собора, в нарочно для них выстроенном домике, жили кури. А Леша всех знал по книге, разнимал их драки, а запиятно наказывал тем, что иногда несколько дней с язвом не давал ему ничего от крошек, которые иногда после обеда и ужина собирался скатить. Между курови он особенно любил одну, черную, хохлатую, ностую, чернушку. Она была книгой ласками других и даже иногда позволялась себя гладить. И потому Леша лучшие кусочки не несет ей. Однажды это было во время зимних конец. День был прекрасный, необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза. А Леша позволили поиграть во дворе. И только что он начал манить кур к себе, как вдруг увидел возле себя кухарку с большим ножом. А Леша никогда не нравилась к кухарке, сердитая, врачливая. Она-то и была причиной, что время от времени уменьшалось число его курочек. А Леша, Леша, ну в плане мне поймать курицу. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своей любимой чернушке. Вскочил и побежал прочь, меж тем, как кухарка бегала по двору, манил окурочек. Типа, 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 разбежались все полянные. А тут еще обед заготовить, приедет сам себе отручить. Вдруг сердце у Леши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Ему показалось, что она мечит.